Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня у нас будет обзор одного из вновь открывшихся проектов, который называется Inside Roly Play. И совсем недавно я на своем канале делал обзор проекта Wizards Roly Play, на котором говорил, что первое издание проекта Wizards было оформлено в желто-фиолетовых цветах. Ну а второе издание проекта Wizards было оформлено просто в желтых цветах. И вот проект, который очень напоминает проект Wizards, даже это можно увидеть сейчас по вот этой вот заставочке меню кастомизации, но только здесь выбрали фиолетовый цвет. То есть на первом Wizards был фиолетово-желтый, на втором желтый, а вот этот вот проект выбрал фиолетовый цвет. Такое ощущение, что два разработчика поссорились и поделили цвета. Не знаю, но все напоминает Wizards. Ну а за основу этот проект взял все тот же старый оригинальный Red Age. Ну а что касаемо меню кастомизации, то мы видим, как это напоминает все тот же проект Wizards, который я показывал недавно. Только здесь решили вообще отказаться от персонажа. Персонаж появляется вот таким вот образом и уже в самом конце. Как вы его настроили? Вы должны были включать фантазию. Ну а это место появления игрока. Хотя на карте написано, что игрок должен появляться в аэропорту. Но появляемся мы вот на этой вот территории автошколы, которая принадлежит сборке Red Age. Но здесь просто выбрана вот такая вот локация. Нас встречает так же, как и на Wizards, бот. Но только этот бот вообще никаким образом не подключен. У него нет взаимодействия. Он просто вот стоит. Стоит и стоит. Идем к арендатору. Но арендатора-то вот как раз и нету. То ли этого бота поставили не туда, то ли маркер передвинули. Бог его знает. Ну а менюшка выглядит вот таким вот чудеснейшим красивым образом. Тут есть какие-то буквы. И если вы, заходя в это меню, не знаете, что обозначают эти буквы, но какой вы после этого игрока в GTA Roleplay. Вы должны знать, что обозначают эти буквы. Поэтому по буквам выбираем автомобиль. Ну и естественно появляемся в нем. Здесь не жадничают, как бы машинки дают богатые. Далее мы видим точно такое же, как и на Wizards меню. Но я уже даже не буду до него докапываться. Правда здесь ограничения не как на Wizards, можно было брать на час, на два или там и больше. Здесь всего 15 минут. Ну а дальше сервер меня выкинул. Ну и была вот такая вот заставка на протяжении минут, наверное, 10. Ну что ж, подождем и перезайдем. Ну а после перезахода, естественно, нам предлагается единственное место. Это место выхода. Других вариантов здесь, в общем-то, просто и нету. Нажать что-нибудь другое тоже невозможно. Но по нажатии мы появились вот на этой вот локации. Те, кто знают сборку Red Age, наверное, узнаете ее. Это место аренды, которое принадлежит сборке Red Age. Здесь стоят машины на оригинальной Red Age. Вот здесь-то мы почему-то и появляемся. Хотя вышел-то я не здесь. Меня выкинул сервер вообще не в этом месте. А место появления игрока вообще прописано на этом проекте в аэропорту. Что здесь не так, что с этим проектом не так, я не знаю. Но давайте обратимся к карте, чтобы не быть голословным. Вот место, где я появился. Вот оно. Почему здесь? Не знаю. Вот серьезно говоря, не знаю. Почему меня сервер направил именно сюда. Наверное, к ближайшей аренде. Которая здесь вообще одна. Ну а вот место появления новичков. Это написано на карте. И есть значок. А вот место, откуда меня сервер выкинул. То есть место, откуда я вышел. Бывшая автошкола принадлежащей Red Age. Ну и вот где я сейчас. Что с этим сервером не так, я не знаю. Но радует хотя бы то, что ты появляешься рядом с каким-то местом аренды. Что локация автошколы, что вот эта вот локация. Опять же, бота никакого нет. Написано арендатор. Но здесь никакого арендатора в виде бота NPC нет. То ли не умеет ставить, то ли хрен знает чего. Ну в общем вот так вот выполнено. Меню выполнено точно так же. То есть только по буковкам ориентируемся. Здесь, как я уже сказал, стоит ограничение. Больше 15 минут аренды вам не взять. Почему так? Да хрен его знает, почему именно так. Ладненько. На машинке здесь не жадничают. Дают сразу же вот такие вот гелики в аренду. Вообще здесь при заходе вам дается огромное количество денег. В общем-то, наверное, это единственная какая-то, наверное, фишка этого проекта. Потому что больше здесь вообще ничего нет. Мало того, что это старая рыджуха, почему нам теперь надо ехать в мэрию. Потому что на рыдже все завязано через мэрию. Так вот, эта старая рыджуха набита не менее старыми скриптами, которые мы сейчас и посмотрим. Ну а чтобы вы были уверены, что я не вру, и эта рыджуха, пожалуйста, вот такое вот меню. Ну что, показать вам, например, как здесь работает газонокосильщик. Может быть, кто-то не видел, или может быть, поездить пару часиков на автобусе. Очень свежие занятия. Ладно, лично я этим заниматься не собираюсь. Поэтому ничего из этого, то, что здесь написано, я показывать не буду. Отправляемся туда, где есть что-то новое. Что добавили на этом проекте. Ну и, наверное, забегая вперед, скажу, что, как и большинство проектов, которые пытаются что-то сделать на основе оригинального старого, старой сборки Red Edge, он точно так же набит какими-то бесполезными, старинными, дурацкими скриптами. Ну и вот один из них. Работа строителя, на которую мы сейчас поедем и посмотрим, что же она из себя представляет. И, слава богу, что ехать недалеко, строительная локация находится недалеко от мэрии. Выглядит вот таким вот способом, таким вот видом. Естественно, что никакого NPC-бота здесь нету, как и везде, в общем-то. Просто подходим, нажимаем, не меняется ни формы, ничего. Кстати, майка у меня вообще какая-то шикардосная, непонятная. Что это за модель такая, не знаю. Ну, а сама работа выглядит вот таким вот образом. Ничего удивительного и интересного здесь нету. Подходим на маркер, автоматически идет анимация. Не всегда анимация работает правильно, как вот, например, в этом случае. Мы стоим, колотим стену. Ну и сама работа, в общем-то, я бы сказал, достаточно дурацкая. Потому что мало того, что точки, вот эти триггеры раскиданы на огромном расстоянии, так еще и периодически вам надо подниматься то на второй этаж, то на первый, то на второй, то на первый. Маркеры загораются, я бы сказал, так рандомно. Может парочка на втором этаже, может парочка на первом. Но периодически вам все равно придется подниматься, спускаться, подниматься, спускаться. Очень скоро это надоедает, поэтому я решил, наверное, долго не задерживаться на этом рабочем занятии. И достаточно быстро его покинул. Ну, по пути зацепив еще один последний маркер. По зарплате даже говорить не стоит, потому что здесь при входе вам дается огромное количество денег. Ну и все вот эти вот точки, которые вы посещаете, тоже проплачиваются очень даже не кисло, я бы так сказал. Хорошо это или плохо, ну, наверное, судите сами. Я не стал задерживаться на этом рабочем занятии. Поедем дальше. А следующее рабочее занятие, это работа мясника. Данное рабочее занятие прописано в карте и стоит метка на карте. Работа мясника, огромная, буква М. Находится она вот в этом месте. На многих проектах есть работа мясника, и на многих она как раз находится вот в этом месте, в этой локации. Но только не на этом проекте. Потому что на этом проекте данное рабочее занятие прописано в карте, есть маркер, но рабочего занятия нет. Вы приезжаете, бегаете, смотрите, тыркаетесь. Я бежал вообще весь, все предприятие, нигде нету входа. Я уже привык, что здесь сбиты какие-то маркеры, неправильно стоят. Но в этом месте вообще нигде нету никакого взаимодействия. Можете ходить, бродить, искать, ничего нету. Хотя на карте написано работа мясника и стоит огромная буква М. Вот в этом вот месте. Но ее нету. И если вы сюда приедете, то только зря потеряете время. Но меня привлекла следующая работа, которая есть на этом проекте. Но называется она Бензовышки. Вот в этом месте расположено и вот ее название. Бензовышки. Ощущение, что название к рабочим занятиям здесь придумывал какой-то 5-6, может быть, 7-летний ребенок. Что такое Бензовышка, я вот действительно не могу себе даже сфантазировать. Это должна быть какая-то вышка, которую облили бензином, наверное. Естественно, я поехал посмотреть, что же это такое. Находится это в месте, где стоят нефтяные насосы. Наверное, они-то и называются в понимании этого разработчика Бензовышки. Вот эта локация. Здесь и находится это рабочее занятие. И первое, что вас встретит, это отсутствие маркера. Как видите, ни черта нету. Но это отсутствие на первый взгляд. Если выйти из машины, то он появляется. Но вот в таком вот виде, которым вы сейчас видите. Две надписи, а может быть даже и три, слитые воедино. Что там написано? Хрен его знает. Я уже не говорю про то, что нет никакого бота, NPC-шки не поставлено. Тут даже по оформлению-то все сделано вот так вот через задницу. Ну ладно, заходим на этот маркер, устраиваемся на работу. Здесь же, видимо, судя по тому, что сверху написана покупка, видимо, там тут же мы будем и продавать. Дальше едем вот сюда. Видимо, автор вот это вот имеет в виду под словом Бензовышка. Потому что, как бы это ни странно звучало и выглядело, мы здесь действительно качаем бензин. Прямо бензин вот с этих вот нефтяных вышек. Отсюда следует, что, скорее всего, разработчик какой-то, ну, может быть, не ребенок, но очень малограмотный. Потому что это нефтяная вышка, и бензин из земли не качается. Точно так же можно было бы здесь тогда собирать морковку или, например, кукурузу. Но мы здесь почему-то по канистрам собираем бензин. Действительно, бензин. Вот отсюда, наверное, и название. Бензовышка. Ну, а выглядит это вот таким вот образом. Заходим в инвентарь, и здесь у нас канистры с бензином, которые теперь, наверное, надо продавать вот в то место, где все надписи слиты воедино. В инвентарь много не помещается. При заходе, при первом заходе, у меня был рюкзак. Это, может быть, даже видно было на видео. Но после перезахода рюкзак куда-то исчез. Вот опять, видите, нету маркера. Но когда мы выходим из машины, маркер появляется. То есть, если человек приедет сюда, будет искать маркер, не выходя из машины, он вообще отсюда уедет. Потому что подумает, что, как и на мяснике, нету маркера. Ну а по деньгам, еще раз скажу, обсуждать смысла нет. Вначале вам дается огромная сумма денег, и каждое вот это занятие прибавляет вам тоже весомую сумму денег. Поэтому экономика здесь поставлена на нулевое значение. А хорошо это или плохо, уж решайте сами. Но деньги здесь зарабатываются очень быстро. Посмотрим следующее рабочее занятие, где очень быстро зарабатываются деньги. Ну и это, естественно, доисторический скрипт на сборщика травы. Вот в этом месте он располагается, и я это недавно уже показывал. Вы это сейчас можете заметить. В общем-то, ничего удивительного и здесь тоже нет. Устраиваемся на работу, дают форму. Поэтому форма отличается, кстати, от предыдущего проекта Wizards, где есть точно такое же рабочее занятие. Да и вообще на большинстве проектов, которые построены на сборке Red Age, и которые хотят выдать свой проект за что-то новенькое, там везде есть вот эти вот скрипты на рабочее занятие, которые я показываю уже, наверное, шестой или седьмой раз. Достаточно все древнее, старое, заезженное. Я уже об этом говорил неоднократно. Поэтому выглядит это все вот так. Идем отсюда дальше. Беда только в том, что, как и на большинстве клоновых Red Age, здесь и показывать-то нечего. Следующие рабочие занятия точно такие же старые и заезженные, как и на большинстве клонов. Опять ферма, опять та же самая заезженная ферма. Я ее показывал, я не знаю, ну раз, наверное, пять-то уж точно. На всех сборках, еще раз скажу, которые пытаются выдать свой проект за новый, везде вы увидите вот этот вот набор доисторических скриптов. Скорее всего, что они легко доступны. Поэтому их все и применяют. А может быть, эта сборка уже вот так вот где-то валяется. Тут уж я не знаю. Но везде одно и то же. Одно и то же. Смотреть вообще не на что. На что рассчитывают разработчики подобных проектов? Вот для меня вообще загадка. Но также для меня является и загадкой то, как же вы так рукожопо клонируете проекты? Вот я только что показывал Wizards, да? И там была и эта ферма, и сразу же за фермой, вот за этим амбаром, стоял сбор апельсинов. Он и здесь точно так же есть. Только посмотрите, как всегда, ни маркера, ни бота, ни триггера, ничего нету. Вот как понять, есть здесь работа или нет? Я случайно около двери нажал, видимо, букву Е. И она сработала. Дальше точно так же мы двигаемся к этим деревьям, да? Которые обозначают там апельсины. Но только на этом игра заканчивается. Все. Как бы вот, вот все. Здесь игра закончилась. Триггер сработал, пошла анимация, но дальше ничего нету. И, как видите, в углу загорелись вот такие вот буквы. Ошибка 484. File not font. То есть файл не найден. Если на Wizards, на этом месте, навалили просто какую-то флеш-игрушку, да? Там мы на картинке передвигаем эти вот апельсинчики. То здесь даже этого сделать не смогли. Вот все. Делай, что хочешь. Ни одна кнопка больше не работает. Просто стоим и продолжаем смотреть на анимацию. Ну, а что еще делать? Приходится опять перезаходить. Но только вот беда в том, что даже элементарный перезапуск сервера, да? То есть перезаход в игру не проходит просто так. Как на большинстве вот этих вот дешевых клонов, выход всегда сопутствует со зависанием. Вот эта вот черная табличка будет висеть, висеть, висеть. Я ждал, наверное, минут 20. Ну, потом три волшебные кнопки. По-другому уже, наверное, никогда она не отвиснет. Ну, и перезаход добавил мне еще несколько проблем. Мой транспорт, который я арендовал, исчез. А точек аренды транспорта здесь нет. Нету также здесь и автосалона. Как бы можно было бы купить. Но, во-первых, здесь не купишь машину, если не имеешь водительского удостоверения. Я это уже пробовал. А второй, здесь его и нету. Ни аренды, ни автосалона. Делай, что хочешь. Ну, естественно, что нужно делать. Единственное, что доступно на подобных клонах, это самоубийство. После чего вы появляетесь в больнице. Но здесь проблем стало еще больше. После того, как я покончил с собой и появился через 5 минут в больнице, началась вот такая вот дичь, которую вы сейчас видите. Что это такое? Я не знаю. То есть, вернее, я понимаю, что здесь два интерьера залеплены в один. В одно здание залепили сразу два интерьера. И вот такой вот голубой, который просвечивается, да, и вот такой вот серый, который тоже там где-то вот мерцает. Но беда в том, что не работает ни один, ни другой толком. И двери стоят на выход и от одного интерьера, и от другого. Но работают только от одного интерьера двери. А вторые просто не работают. Надо каким-то образом поймать один, какой-то один интерьер, чтобы только горел он. Это можно сделать, если убежать в дальний угол. Но из дальнего угла мне не выйти. А когда подходишь к двери, начинают мерцать оба интерьера. И отсюда вообще никак не выйти. Я писал администрации. Я просил, чтобы мне помогли. Но на проекте на тот момент было то ли два, то ли три человека. Естественно, кто же мне поможет. Ну и что ж. Значит, надо опять перезаходить. Я должен, наверное, опять напомнить, что перезаход здесь связан с зависанием вот этой вот черной таблички. И где ты потом появишься, ну только бог один знает. Но другого выхода нету. Перезаходим. Ну и да, перезаход помог. Один из интерьеров исчез. Двери открылись. Но посмотрите, как стал выглядеть мой персонаж. Куда-то вот эта толстожопая майка делась. На мне появилась какая-то жилетка. Непонятно откуда. Но пропали руки. Пропали плечи. Что происходит на этом сервере? Я не понимаю. Дело в том, что если вы зайдете в группу ВКонтакте, то вы наткнетесь вот на такую вот статью. Inside Roleplay. Проект, который только-только начинает свою историю в будущее. Команда активно трудится над проектом. И даже мелкие баги, которые вы когда-либо могли заметить, сразу устраняются. Однако проект сам по себе не может набрать онлайн и новых людей. Поэтому мы активно начинаем поиск медиапартнеров. Про медиапартнеров это другая история. Интересно, что они активно трудятся над проектом. Очень быстро нажимаете Ctrl-C, Ctrl-V, я так понимаю, да? И даже мелкие баги, которые вы когда-либо заметили, сразу устраняются. Это что за прикол? Что это за прикол? Ну, видимо, то, что я показал в этом видео, багами вообще не является. Это нормальное состояние данного проекта. Вот если найдется что-нибудь меленькое, тогда они быстренько исправят. Очень быстро. Ну и, конечно же, видна работа над проектом. Просто видна. Проект самобытный, видимо, тоже они так думают, сделан с нуля, все новое, все свое. Никогда такого нигде больше не увидите. Проект развивается и ищет медиапартнеров. Ну, давайте посмотрим дальше. Походим еще по этому проекту и посмотрим, есть ли, может быть, какие-то очень мелкие баги, с которыми разработчики очень скоро поборются, если вы им это покажете. Ведь разрабатывая проект усердно, вы же не можете увидеть сами вот то, что я показал. Вам надо в это носом тыкать. Как вот, например, в этот магазин автомобилей, в котором что-то происходит с моделями. Потому что, когда я нажимаю на какую-либо модель, ничего не происходит. Можно сколько угодно нажимать, ничего не происходит. Но в какой-то момент модели начнут меняться. А потом вообще пропадут. Наверное, вот эти баги и не считаются за баги, потому что, ну, а что это за баг такой? Ну, что это за баг? Это даже не баг, так даже интереснее. Пускай игрок попробует попасть в нужную ему модель с первого раза. Потому что я, например, попытаюсь, а ничего не получается. И, как я сказал, в какой-то момент машины вообще исчезли. Раскрывая тем самым весь потенциал усердной работы разработчиков. Ведь это же невозможно увидеть на стадии разработки. Это надо уже при открытии проекта, чтобы игроки приходили и показывали. Смотрите, а у вас машинок-то и нет ни хрена. Ну, наверное, это даже и не считается у них за баг. Это как и меню персонализации без персонажа, так же и магазин без автомобилей. А угадай, что у тебя будет? Сюрпризик такой от разработчиков. Это наверняка не баг. Пойдемте дальше. А дальше у нас будет автошкола. Так как я уже говорил, что на этом проекте, не имея водительского удостоверения, машину вы не купите. Будете бегать как сумасшедший по проекту. Имея много денег и не имея возможности купить машину. Так вот, про саму автошколу говорить-то даже и нечего. Нету никакого оформления, глухие здания. Ну и понятно, господи, тут с рукавами-то разобраться не могут, с надписями не могут разобраться, NPC-шку поставить не могут. О каких тут интерьерах может быть речь? Уже на это и внимания не обращаем. Автошкола как автошкола. Раджуховская менюшка, в телефоне включаем. Нас тут же телепортируют в машину, катаемся по машине. Здесь другой вопрос. Автошкола находится вот в этом вот месте, который я вам сейчас показываю, да? А заканчиваю я сдавать на права вот в этом вот месте. А моя арендованная машина осталась там. А другую я взять не могу. Потому что у меня уже числится в аренде другая машина. Какой идиот это продумывал? Вот у меня такой вопрос. Извините меня за мой французский. Кто это делал? Вы вообще тестируете то, что вы творите на своем диком проекте? Что происходит? Тут уже не только до багов дело доходит. До багов, до косяков, до вообще невозможного состояния проекта. Вы вообще думаете, когда ставите какие-то скрипты, как мне поступать в таких ситуациях? Я оставил машину возле автошколы, а экзамен я закончил в другом месте. Мне теперь опять бегом бежать? Кто это придумал? Вы вообще собираетесь тестировать? О каком медиапартнерстве идет речь на проекте, который сделан даже не руками, а по-моему левым полупопьем, блин? И блин, если бы на этом закончились мои приключения на этом проекте. Так нет же, ладно. Моя машина где-то валяется, арендованная. Хрен с ним. Я добегу пешком до автосалона. Я добежал, выбрал машину. С трудом, надо сказать, выбрал машину. Чтобы много больше не листать, потому что я прекрасно понимаю, сейчас они исчезнут. Я взял самую первую в списке. Шевик какой-то, Шевроле какой-то там, я уже не помню. Я ее купил. И выскакивает табличка. Ваша машина доставлена в гараж. В какой гараж? В какой гараж? На проекте нету ни одного гаража. Нету парковки. Судя по всему, здесь нужно сначала купить дом, а потом уже машину. В какой гараж пошла моя машина? Кто так делает? Ну кто так делает? Что за идиотизм творится на этом проекте? Ладно, вот на этом мое терпение лопнуло. Арендовать машину я не могу. Она у меня в аренде. Купить я смог, но она в каком-то гараже в мифическом. Я тоже ей воспользоваться не могу. Поэтому больше я не знаю, что здесь показывать. По-моему, я показал все, что смог. Отличный проект. Всем рекомендую. Любители РП, пожалуйста. Это проект, наверное, для вас. Экономики нету. Бабла сразу же насыпят. Ну а то, что нету ничего другого, так для РП ничего и не нужно. Наверное, исходя из этого и следуют разработчики. Зачем все остальное? Просто заходи, выбирай роль и отыгрывай ее. А все остальное это мелочи. Это даже не баги и не косяки. Вот такой вот у меня получился обзор. Так что заходите, друзья, играйте. Проект открыт. Он ждет медиапартнеров. Он ждет своих игроков. Багов, косяков практически нету. И они очень быстро исправляются. Ну а проект вот такой. Вот это свежесть. Это что-то новое. Это струя в роли-плей направлении. Будем заканчивать. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok